Это вам не молоко. В нем нет лактозы. Это вам не молоко. Для любого разнообразия, в данном случае кулинарного, видимо, зачастую просто не хватает слов. Иначе откуда бы нет-нет, да и возникали митболы, панкейки, скрэмблы, тарты или маффины. Язык обновляется, что-то теряется, что-то приходит, и кого-то это поражает, а кого-то и раздражает. Ну, какие такие митболы? Тевтели, фрикадели. Куда как благозвучнее, куда как привычнее. А ведь тоже заимствование. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот сказалось и сразу же схотелось приготовить тевтели, фрикадели на будущей неделе, да? А сегодня приготовим маффины. Появление этого слова в нашем кулинарном обиходе вполне оправдано. Вроде бы кексы и кексы, и никаких маффинов, а нет. Кекс в переводе с английского – пирожное. Сладкое кондитерское изделие, выпекаемое из бисквитного или реже дрожжевого теста. Часто кексы пекут из того же теста, что и торты. Для приготовления кексов масло растирают с сахаром, а потом добавляют яйца и остальные ингредиенты далее по рецепту. Маффины – как бы тоже порционные кексы, но несколько важных отличий все же имеется. Во-первых, маффины не обязательно сладкая выпечка. Могут быть и с овощами, и с рыбой, и с грибами. К слову, и в начинке наличие кроется отличие. В кексах крайне редко бывают добавки, но разве что изюм или орехи. Далее, если маффины сладкие, в них все равно меньше сахара, но больше жидкости. К примеру, молока или немолока. Но самое главное – это замес теста. Даже существует целое понятие – метод перемешивания с добы. Это если дословно перевести с английского. А вообще, лучше сказать – метод смешивания сухих и жидких компонентов. Его суть заключается в том, что все сухие ингредиенты по рецепту просеиваются в одну миску, а все жидкие ингредиенты смешиваются в другой. Затем жидкие добавляются в сухие. Тесто получается достаточно грубой структуры, с комковатым мякишем и умеренно большими пузыриками воздуха. Именно такое тесто необходимо. Его даже не нужно вымешивать до гладкости, для того, чтобы маффины имели твердую корочку и очень мягкую нежную текстуру внутри. Далее достаточно выставить высокую температуру и посмотреть, что случится дальше с нашими не-кексами. Маффины с малиной. Соединить размягченный банан, сахар, муку, разрыхлитель, овтяные хлопья и влить овтяный шоколадный напиток. Размешать, добавить ягоды, распределить тесто по формочкам смазанным маслом. Готовить в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут. И это прямое доказательство, почему маффины называют утренней едой. К тому же и замешивание теста – это минутное дело. Отличный завтрак, приятного аппетита и, возможно, новых вкусных открытий. Когда хочется очень вкусного и полезного, на помощь приходит не молоко, а овсяное шоколадное. Пейте с удовольствием на завтраке в течение дня. Добавляйте в мюсли или просто пейте, как горячий шоколад.